Практическая психология Здравствуйте! В эфире программа «Практическая психология». В студии практикующий семейный психолог Надежда Бошмелева. Сегодня мы говорим об одиночестве и праздниках. Ну а раскрыть эту тему я пригласила психолога-тренера Ольгу Счастливцеву. Оля, здравствуйте! Здравствуйте, Надежда! Вот что такое одиночество в вашем понимании? Ну, в моем понимании, ну, одиночество — это когда человек один. Да, ну, тут даже придумывать ничего не надо. Но, однако, вот тема звучит — одиночество и праздники. Да, и напрашивается контекст со знаком «минус». Или нет? Мы в каком ключе будем разговаривать? У меня, конечно, есть своя позиция. Отлично! Тогда давайте начнем с того. Ну, вот совсем недавно смотрела короткометражку «Меликян» про то, что человечество пытается придумать таблетки от любви. И вот там психотерапевт в лице Дубкунайта говорит о том, что мы все одиноки. Мы приходим сюда одни и уходим из этого мира тоже одинокими людьми. Но чтобы не чувствовать острую боль от этого одиночества, мы забиваем свою жизнь, свою повседневность разными людьми, событиями, какими-то выдуманными фантазиями, ну, не знаю, всем тем, что называется повседневная жизнь. И вот когда я смотрела эту короткометражку, я подумала, если человеку наедине с собой тяжело, то это, конечно, испытание. Это испытание. Да. А если человеку наедине с собой интересно и даже, может быть, в какой-то степени ресурсно, то это радость. Ну, это вообще великое счастье. Одиночество, таблетка от любви, вообще очень всё это так странно и необычно. Многие хотят таблетку для любви. И вообще одиночество, да, говорят, что если тебе скучно, значит, ты скучный человек. Так. Вот если тебе одиноко, то, возможно, тебе просто неинтересно самому с собой одиночество. Ну, и вообще, допустим, мы приходим в этот мир одни, уходим из этого мира тоже одни. С другой стороны, я вот тоже размышляла как-то на эту тему в своей жизни про одиночество. Я поняла, что на самом деле это обман, это иллюзия, что мы одиноки тотально. На самом деле мы вообще тотально никогда не одиноки. Так. Ну, это, конечно, такая, может быть, немножечко странная, тонкая тема, но поскольку я занимаюсь трансперсональной психологией, то есть то, что за пределами персонального опыта, некая духовная составляющая, да, то мы никогда не одиноки. Можем про это поподробнее? Давайте про это поподробнее. Если, например, я скажу, Надежда, что человек – это тело. Вы согласитесь со мной? Да, но я добавлю туда, что там есть ещё и душа. Да, действительно. То есть человек – это не только тело, есть душа. Это то, что очень трудно как-то нам пощупать, описать, конкретно увидеть. Хотя, когда человек уходит из жизни, эту душу можно даже измерить, её объём. Вот об этом говорят даже специалисты, которые работают уже с человеческим телом. Оно становится, по-моему, на 5 грамм легче. Вот как раз-таки они считают, что это тот самый объём и вес нашей души, вот этой некой энергии. Но это как предположение, да? Это предположение. То есть теоретически всё равно это не доказано. Я думаю, что так научных фактов, подтверждённых официально, я думаю, что их не существует. Но, видимо, специалисты заметили это. Так вот, получается, что если человек – это не только тело, а некая тонкая, незримая, энергетическая какая-то составляющая, да, то получается, что мы никогда не одиноки, потому что наша душа, она имеет возможность пребывать и в теле. Мы это воспринимаем как способность чувствовать, воспринимать этот мир, видеть его какими-то красками. Соответственно, наша душа, вот когда мы спим, мы же видим сны, правда? Нельзя же сказать, что человек уснул и умер. Нет ведь? Это же вот прямо и таки не так. Конечно. Поэтому есть некие такие составляющие, которые над нами. Да, это называет кто-то создатель, Бог, что-то ещё. Какая-то там, Всевышний там, всё что угодно. Всевышний, да. И именно по этой причине мы никогда не одиноки. Хорошо, я услышала. Думаю, что очень многие слушатели нас тоже сейчас услышали. Итак, от трансперсонального анализа переходим к реальности. Хорошо. И наша реальность такова, что, вот, например, статистика, да, совсем недавно читала о том, да и не раз слышала и по телевидению, и на радио о том, что расставаний и разводов очень много приходится на предпраздничные и праздничные дни. Кто чем объясняет, да? То есть кто-то объясняет это тем, что вот эта вся суета, вот это нервное напряжение, и мы такие все уставшие к концу года и такие все на взводе, нам легко расставить все точки над «и» и вроде как идти в Новый год уже совсем в ином состоянии. Да, или же наоборот, совсем недавно мы разговаривали про то, как встретить праздники, их пережить. Говорили о том, что в обыденной жизни мы на самом деле так редко сталкиваемся друг с другом, потому что у каждого есть своя работа, там какие-то есть увлечения, хобби. А тут раз и праздничные дни, которые ты 24 часа в сутки пребываешь со своими домочадцами, и для некоторых это действительно является испытанием, которое может привести к расставанию. Не все выдерживают такие состояния. Но другая сторона медали. Вот кто-то одинокий смотрит и думает, господи, какое счастье, у нее есть муж, у него есть жена, у них есть дети, собака, кошка, у них много родственников. А вот так сложилось, что у какого-то человека нет ни жены, нет, например, ни мужа, ни детей. И вот именно в такие периоды предпраздничные, праздничные, этот человек чувствует острую боль от того, что этого в его жизни нет, и праздник как будто бы проходит мимо. Или наоборот превращается в такое испытание, в боль. Ну, на самом деле, вы абсолютно верно подметили, что в праздничные дни особо остро ощущается вообще все. Или же состояние счастья, или же состояние несчастья, состояние наполненности, или состояние пустоты. Но, вы знаете, опять-таки, те, кто семейные, думают, о, боже, вот счастливый человек. Он вообще один. Да, может позволить тишину, телевизор, поспать, может позволить себе поесть то, что хочет он, или вообще не готовить. Да, мы же все смотрим на то, чего нам не хватает. Это как говорят, что у соседа яблоки всегда слаще, да? Действительно. И хорошо там, где нас нет. То есть это такой некий контекст недостаточности, контекст пустоты. И если вот через эту призму смотреть, то жизнь, боль, будни серые. А если все-таки посмотреть из контекста изобилия, из контекста любви, да, а что у меня есть? Более того, ну, краски это очень сильно меняет, но это труд души. Мы же привыкли страдать, мы же привыкли к серым будням. Поэтому это некая привычка страдать, некая привычка чувствовать себя неполноценным. И, о, боже, одиночество, как это плохо. С другой стороны, у нас есть стереотипы социальные, которые давлеют над нами. И если мы подвержены этим социальным стереотипам и не соединены с собственными потребностями, да, конечно, праздники могут превратиться в боль. А если прислушаться к самому себе? Вот если я одинок, ну, я один, и у меня нету мужа или жены, нету собаки, нету много маленьких детей и кучи разбросанных игрушек по полу, да, крошек под диваном и на диване и в кровати, да, то, может быть, вообще-то это мой выбор, и в этом есть какая-то прелесть. Принятие ответственности, да, за свой... Да, свой выбор за то, как я живу и способность наполнить самого себя самому. Ведь как странно, человек изначально целостное создание, в котором есть всё. Боженька вот таким создал и родил нас на эту землю, да. А почему же мы думаем, что для счастья нам нужен кто-то? Кто-то ещё. Или что-то ещё. Ричард Бах, это писатель, сказал такую потрясающую фразу. Она мне сейчас очень помогает как-то, и я её использую. Он сказал примерно так. Если ваше счастье и ваше благополучие зависит от кого-то или от чего-то, я вам сочувствую. У вас очень большие проблемы. Ну а если вы вдруг понимаете, что все ресурсы есть у вас, да, и вы можете быть счастливы изначально, уже при рождении, да, только надо научиться этому. Надо научиться что-то делать, да, нужны какие-то новые практики повседневные в собственной жизни, которые уровень эмоций, уровень энергии будут поднимать. Потому что человек – это как универсальный трансформатор энергии. Ну, из курса физики, да, вот существуют трансформаторы, да, вообще. Трансформаторы энергии есть понижающие трансформаторы, а есть повышающие трансформаторы энергии, которые поступают. Так вот, человек – это тоже своего рода трансформатор энергии. И только от самого человека. А вот в чём, кстати, прелесть. Трансформатор не имеет выбора. Вот его создали понижающим, он им и будет. А человек имеет выбор. Ему поступила энергия, но в виде какого-то события. Вот пообщался с кем-то, да, и ты можешь эту энергию повысить, а можешь понизить. Например, кто-то тебе пожаловался, и ты думаешь, так, а что же в этом вообще хорошего? Вот мне сейчас поделились. Это вообще о чём? Может быть, я такой прямо солнечный? Может быть, я для кого-то вообще источник жизни? Может быть, я для кого-то источник вдохновения, что мне хотят поделиться? Значит, я могу? Вау, я могу? Классно! И энергия сразу же поступила негативное сообщение, но человек сам его трансформировал и поднял уровень энергии выше. Или свою собственную ценность. Или свою собственную ценность. Ко мне обращаются как к эксперту, например. Да, и вот и самооценка уже зависит только от себя самого. Но часто бывает и по-другому, да? Да. Бывает такое, что тебе, например, какой-то негатив пришёл, и ты с этим не справился. И у тебя чувство, что у самого эта энергия тоже пошла на понижение. Но сейчас мы с вами про то, что есть в одиночестве ресурсы. Есть, однозначно есть. И как вот справляться с точки зрения психологии? Вот у нас сейчас есть слушатели, которые понимают, что да, впереди праздники, эти длинные, яркие, но я их почему-то по какой-то причине, например, встречаю совсем один. И как мне их пережить, эти праздники? Ну, вы знаете, опять-таки, это тема же ответственности. Вот в чём разница между взрослым человеком и ребёнком? Когда ребёнку плохо, к кому идёт ребёнок? Ко взрослому. Ко взрослому. Помоги мне, возьми меня на коленочки, погладь, полюби. И когда человек в возрасте ребёнка, физиологически в возрасте ребёнка, по паспорту в возрасте ребёнка, то это стратегия поведения. Кто-нибудь, спасите меня, наполните меня. Она очень ресурсная. Но когда человек взрослый, по паспорту уже, а психологически стратегия детская срабатывает, именно это и причиняет много боли. Именно поэтому праздники как-то надо пережить, выжить. Боже мой, там совсем не сломаться. Что это означает? Что нужно взрослому человеку включить взрослую стратегию поведения. Какая она? Вот у ребёнка пойти к кому-то и попросить. Да. И вообще вы все мне должны праздник. Да. Заявляют, например, этот же самый ребёнок. Мой внутренний ребёнок. Дети же хотят, дети очень ждут Новый год. Они прямо не считают, потому что они получат подарки. Конечно. Они получат горки, эмоции, кино. Они получат внимание родных и близких. Да, да, да. И взрослый, в принципе, в состоянии вот этого внутреннего ребёнка, он хочет того же самого. Но для ребёнка это ресурсно и это работает. И это нормально для ребёнка. И это нормально. А вот для взрослого это уже не есть нормой. Это не есть норма, потому что каждый взрослый, желая, чтобы рядом был кто-то, чтобы заполнил его одиночество, его пустоту, сделал ему весело, сделал ему праздник, сделал ему высокое настроение, да, это доставляет боль. Потому что, ну, это уже неэффективно. Что нужно сделать взрослому? Применить взрослые стратегии. А какие взрослые стратегии? Расскажите нам, какие взрослые стратегии. С удовольствием. Следующий вопрос. Когда взрослому плохо, к кому он идёт? Ну, я бы пошла сама к себе. Ну, конечно. Чем глубже, тем лучше. Я знаю, Надежда, вы в курсе. Действительно, взрослый, когда ему плохо, он идёт сам к себе. Или, как я ещё говорю, при любой непонятной ситуации, иди учись. Да, точно. Поэтому, кстати, про иди учись. Вот буквально полчаса назад со мной одна моя великолепная, замечательно мудрая знакомая поделилась. Её знакомый, мужчине 50 лет, он ходит на уроки английского языка. С носителем языка в герцинге занимается. Она у него спрашивает, ну, а зачем ты это делаешь? Ну, да, это просто интересно. Вот я в своё время не успел, сейчас вот... Самое то, да? Да. Понимаете, вот взрослый, чем хорошо быть взрослым? Взрослый свободен. У него есть выбор. Вот у ребёнка нет выбора. Ему сказали на горке. Значит, мы идём на горке, а не мультики. Да? Вот ему сказали днём спать. Значит, он будет днём спать. Ну, или притворяться, что спит. А взрослый человек, он абсолютно свободен. Он легко может сказать всему «да», и он легко может сказать чему-то «нет». Поэтому взрослый включает взрослые стратегии. Он сам для себя планирует, организует, придумывает. Ну, а самое простое, если нету идей, вспомнить, а что я всегда откладываю в долгий ящик. Поход в кино, может быть. Так, то, что хотелось, да? Да, что хочется. Исполнить вот в эти праздничные дни, в праздники, исполнить все свои желания, да? Исполнить все свои желания. Я это ещё называю вернуть себе долги. Вы знаете, как здорово в Новом году жить без долгов. Так. Но вот эти долги же есть самим себе. Хорошо, что долги себе неприятнее возвращаются, чем долги банку. Правда? Поэтому, а что вы всё время откладывали в долгий ящик? Что хотели сделать? Вот новогодние каникулы, пожалуйста, то самое время, когда у вас есть масса возможностей. Если вы хотели сходить в бассейн, ну, сходите в бассейн. А сходить в кино ведь можно даже без кого-то, потому что, придя в кино, можно с кем-то познакомиться. Запросто. Подружиться. То есть это новый круг общения. Если вы себя хотели чем-то побаловать, побалуйте. Что бы это ни было, даже какая-то мелочь. Поэтому взрослый будет когда счастлив в празднике, и когда у взрослого не будет одиночества, когда он будет использовать взрослые стратегии в своей взрослой жизни. То есть это не принимать позицию «я такая жертва», да, я весь такой одинокий, непонятый, непринятый, меня даже никто не пригласил в гости, да. А задаёшь себе вопрос «чего я хочу?» Да. И выполняешь это, я хочу сегодня идти в гости, значит, я звоню своим друзьям и говорю «ребята, ждите, я решил вам составить компанию, да, я хочу пригласить кого-то приятного мне человека, я не стесняясь звоню и приглашаю». И у меня уже два дня занято из этих. Да. А вы знаете, может возникнуть, а вдруг я позвоню, приглашу, а они не придут. Вы знаете, вы тут можете не переживать, потому что на самом деле преодолеть страх, позвонить и вдруг мне откажут, это уже дать себе заряд энергии, это уже сказать «я такой молодец, а я всё-таки это сделал». И более того, люди действительно могут что-то уже запланировать, но они будут знать, что их в этом доме ждут. И, может быть, в следующие праздники они скажут «дорогой друг, ты нам звонил, может быть, ты к нам, ты прости, у нас там всё уже было запланировано». А ещё вот мне очень понравилось, совсем недавно читала в социальных сетях, девушка пишет о том, что я вообще делаю всё очень просто. Когда я одна, вот в эти рождественские каникулы, она говорит «я пеку огромную пиццу и обзваниваю всех своих друзей». Вот кто пришёл, там же что-то с собой, у меня только есть пицца и я, а всё остальное приносят друзья, и мы устраиваем большое шумное застолье. И как раз, как она пишет, что с некоторыми, например, не вижусь целый год, от этих рождественских каникул до этих рождественских каникул, это стало уже такой хорошей традицией. Вот смотрите, я для себя как бы заметила, что почему бы это не взять на вооружение? То есть как раз можно именно в рождественские каникулы, вот эти длительные, да, ежегодно встречаться, например, с одноклассниками, с одногруппниками после института. Или же, наоборот, с самыми подругами, которые не могут выбраться, потому что очень сильно заняты на работе. А здесь легко соберутся, и вы обменяетесь информацией, расскажете друг другу о этой счастливой, интересной жизни, даже если все подруги семейные, а вы вдруг не имеете семью и детей, да? Вы знаете, вот ещё вот есть такой вот закон в нашей жизни, что прежде чем что-то получить, нужно что-то сначала отдать. Так вот, эта традиция с огромной пиццей или с тортом, или с вкусными пирогами, да, это как раз-таки тот вариант. Вот у меня есть, я готова отдать, приходите. Я думаю, обязательно найдутся желающие, которые скажут, здорово. Отлично, мы тоже тут одни сидим и скучаем, да? Да, да. Хорошо. Ещё вот я для себя прям так накидала, да? Например, это мы сейчас уже ищем выходы из ситуации, что праздники, каникулы, и я тут совершенно один, чем бы мне заняться. Какие ещё предложения у вас есть? Ну, какие ещё предложения? Одиночество, оно прекрасно. А вообще, если вам даётся время, значит, оно для чего-то вам даётся. Тут надо задаться вопросом, а для чего у меня так много свободного времени? Потому что вообще говорят, что богатый человек – это тот, у кого много времени. Ну, почему это так, да? То есть люди, которые делают, например, своё дело, они действительно финансово богаты, они действительно могут это время планировать. Им не надо сидеть с 8 до 5 в офисе. И создаётся впечатление, что у них действительно много времени. Так вот, если у вас уж много времени, и вы один, задайтесь вопросом, а может быть, это про какое-то богатство, как же его использовать, чем его наполнить? Я всегда так и делаю. Когда у меня нет работы, а мне вроде бы хочется, ну, почему нет работы, ну, почему люди не звонят, я бы поработала бы. Думаю, у меня есть ресурс, время, самый драгоценный ресурс, который определяет вообще содержание, наполненность нашей жизни, да? Чем же я могу его заполнить? Что я давно не делала? Вот у меня только такие ключи. И я иногда это одиночество посвящаю самой себе. Ванна с маслами, прибраться дома. Особенно я люблю задаться каким-то вопросом, который давно в голове сидит и не находит ответа. Я, например, решаю помыть пол с вопросом каким-нибудь, как мне поступить в такой-то ситуации, или вот мне нужно решение такого-то вопроса. Пока я мою пол, этот ответ ко мне придёт. И вы знаете, он приходит. Это такая вот терапевтическая техника работы с подсознанием вообще-то, да? Поэтому можно не просто мыть пол, можно решать вообще важные задачи в своей жизни. Вселенского уровня. Вселенского уровня, если у кого-то они масштабные, а действительно иногда думать бесполезно. Надо вот входить в состояние. В процессе. В процесс. Поэтому у меня нету проблемы одиночеству, потому что я точно знаю, раз есть время, оно точно для чего-то мне дано. Это какой-то мне подарок. И если вот просто мысленно поменять свою установку, что свободное время, возможность быть одному – это подарок, это просто дар. Как его использовать, чтобы его вот сквозь пальцы-то это всё не ушло? Вот смотрите, не проводить время бесцельно, да? То есть ставить всё равно даже вот на этот период праздника в какую-то маленькую цель, от которой тебе становится лучше, интереснее, ты поднимаешься на другой уровень, да? Начиная с того, что прям элементарно, да, окружить себя красотой, да? Окружить себя красотой, да. Красивая музыка, да? Красивые наряды, может быть, красивые люди. Не сидеть, а куда-то идти, да? Очень много будет всевозможных мероприятий общегородских, каких-то вечеринок, ещё чего-то. То есть не впадать в роль жертвы, да? А наоборот, с чувством собственного достоинства открывать себя миру. Да, открывать и возвращать себя этому миру, если кто-то вот так вот прямо затворник-затворник. И вообще можно идти на эти городские мероприятия совершенно по-разному. Можно идти с позиции, что ну кто-нибудь, посмотрите на меня, ну я вот такой весь из себя, или я такая вся из себя. Но обратите внимание, и ходить так вот глазами из стороны в сторону, зыркать в напряжении. Никто не обращает внимания, никто не подошёл. Ой, они там все заняты, ой, они там опять семейно, ой, они компанией, я тут лишний на этом празднике жизни, да? Тогда, конечно, вы вернётесь домой с чем? С чувством, опять-таки. Одиночеством и с подтверждением, да. Лучше бы я никуда не ходила, сидел бы дома. Я лишний в этом мире, да? А если пойти с другим настроем? Для себя что-то интересное получить? Ну, может быть, впечатление от красивых улиц нашего города. Они у нас красивые, а в новогодние праздники особенно. Если есть желание просто разглядеть людей и увидеть, какие у них счастливые лица. Я иногда, вот допустим, ну зайду в пекарню, возьму что-то вкусненькое, и мне говорят, приятного вам аппетита. А я, поскольку там всё время покупаю, я говорю, а с вами он всегда приятный. И такая улыбка на лице. Если пойти с задачей что-то дать человеку, вот доброе слово, да? Улыбку, да. А получили взамен улыбку. А и увидеть, сколько людей, у которых блестят глаза. Какие детишки, весёлые, краснощёкие, как большие комки снега после этих горок, да? То вы уже домой вернётесь совершенно с другим настроением и совершенно с другими мыслями. Ну, например, как праздники хороши. Да. Как много людей вокруг меня, а я среди них. Всё зависит от той задачи и от фокуса вашего внимания. Ещё, наверное, в завершении нашей программы я бы хотела обсудить вот какую тему. Если всё-таки человек понимает, что в этом году он был один, но хочет найти себе вторую половинку, да, то вот мне кажется, новогодние праздники – это, кстати, великолепный повод для того, чтобы поработать над этим процессом, над этим вопросом. Потому что вот мне очень понравилась совсем недавняя методика. На семинарах рассказывали о том, что если у вас есть подруги или друзья, конечно же, у них тоже есть подруги и друзья, вы просто во всеуслышание заявляете о том, что, вы знаете, я сейчас в активном поиске. И вот этот активный поиск вы просите, не просто я ищу, да, например, себе спутника жизни, а вы говорите о том, что, ребята, помогите мне в этом. И, например, какая-то вечеринка, какое-то мероприятие, выезд на природу, да, и каждый ваш друг пригласил еще какого-то друга, у которого, может, подобная тоже ситуация, который, может быть, тоже находится в поиске или находится в состоянии, там, развода, еще чего-то, да. И, глядишь, через вот эти самые рукопожатия вы можете встретить, дружеские рукопожатия, можете встретить свою вторую половинку. Да, действительно это так, потому что на самом деле люди ищут людей. У нас очень много мужчин одиноких, которые тоже боятся наступить на грабли, да, и сердце у них немножко закрылось уже. У нас очень много женщин, которые тоже в состоянии переживаний могут быть и тоже иногда, может быть, побаиваются, не знают, как себя правильно подать. Идя другие очень часто, да, даже пытаются скрыть вот это состояние того, что, например, они вне отношений. Да, действительно, потому что иногда людям кажется, что они, ну, может быть, как-то не состоялись, может быть, что-то с ними не в порядке, да, когда идет процесс проживания еще этой боли. Поэтому почему бы друг другу не помочь? Но, с другой стороны, вот я еще кроме этого хотела бы вот о чем. У нас еще есть немножко времени, да? Конечно, да, да, еще есть. Все-таки про ответственность, да, когда мы в состоянии грусти, тоски, печали, да, а если еще затронуть тему отношений, то кого мы встретим в партнеры? Ведь подобное притягивает подобное, правда? Да. Поэтому если у нас внутри чего-то нету, то и у другого человека того же самого внутри чего-то нету. Не окажется. Не окажется, конечно. Мы всегда притягиваем себе подобных, вот резонируем вот с теми же самыми людьми. Поэтому здесь очень важно создать себе высокий уровень эмоций. И для этого помогают какие-то ритуалы. Вообще, когда человек в состоянии стресса, депрессии, каких-то жизненных испытаний, то очень помогает жесткий режим дня, который может начинаться с очень простых правил. Я могу поделиться своими. Если кому-то откликнется, пожалуйста, используйте. Вот мое утро начинается с зарядки. Зарядка, она прямо лежа в постели. Зарядка выглядит очень просто. Глаза еще закрыты, но уголки губ растягиваются до ушей. Я начинаю улыбаться. Если вы попробуете, вы поймете, что это усилие с утра. Особенно, когда темно, и просыпаться неохота. Так вот, улыбка, чтобы зубки было видно. Потом я стараюсь эту улыбку перевести во внутреннее состояние, чтобы мое тело все стало улыбаться. Следующее. Ну, я выпиваю два стакана воды. Иду, когда умываться, я прям себя хвалю. Умница, красавица, обожаю тебя. У тебя все сегодня получится. Я себя могу погладить по голове, потому что, ну, кто самый родной и близкий? Кто всегда рядом? Только я. Я себя и поглажу. И есть еще одна практика, которую я делаю не всегда, но я ее делаю. Я просто прыгаю. Прыжки. Что они вообще дают? Прыжки с поднятыми руками вверх. Они дают поднятие энергии с ног вверх. Это действительно заряжает очень сильно и энергией, и дает хорошее настроение. Под приятную, веселую, активную музыку. Действительно, когда дети, знаете, они что делают? Они когда чего-то очень сильно хотят, они начинают прыгать. Да, 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 да. У них это включается автоматически. Нам приходится, взрослым, это делать осознанно. Потом, ну, кофе и все остальное. И потом день побежал, уже помчался, да? Да, поэтому, если, дорогие друзья, вам откликнулось, начните с чего-нибудь, хотя бы день с улыбки. Отлично, спасибо большое. Ну, и никто не отменял, если все-таки вы вдруг принимаете решение, что вы никуда не идете, ни в какие гости, никуда, да, то тогда наполняйтесь книгами интересными, фильмами, музыкой, не знаю, всем тем, что вам приятно. И более того, в эти моменты честно себе скажите, да, я именно так хочу провести свои выходные. Ну что, желаем вам счастья, любви и, конечно же, отличных праздничных дней, да, ночей, чтобы все у вас в жизни получилось. С вами была программа «Практическая психология». Сегодня мы говорили об одиночестве и о праздниках. Вместе с Ольгой Счастливцевой, с психологом-тренером Оля, спасибо вам большое. Спасибо, Надежда. Всем всего самого замечательного. До встречи уже в следующем году. До встречи. Практическая психология